Приветствую вас. Проблема, описываемая человеком, заключается в том, что всегда была высокая самооценка, хорошая, всегда с удовольствием знакомился с новыми людьми, проводил публичные выступления, но потом, как по щелчку, стало возникать паника. При различных ситуациях. На собрании, за кассой, во время телефонных разговоров, о публичных выступлениях это даже не может быть исти речь. Значит, с ужасом представляю себя на них, так как во время перечисленных ситуаций начинаю потеть, трястись, дрожит голос, не хватает воздуха, крутится голова. Никаких неприятных ситуаций, которые могли стать пусковым механизмом, не возникало. Вот. Теперь даже во время рабочего собрания, где мне нужно говорить, мне приходится пить, соответственно, адреноблокаторы. С чем это может быть связано? Вот. Ну, смотрите, то, что вы говорите по поводу того, что не было никаких неприятных ситуаций. Тут вам верится с трудом, потому что вы можете просто незамечательно, вы можете просто не признавать этому значению. Ну, понятно, что в целом нужен вот такой анализ ваших, как бы анализ вашей жизни, вашего жизненного пути. Как бы, ну, соответственно, чтобы понять, как вот вы пришли к этому, то есть вы производите впечатление человека, ну, как бы достаточно активного, с одной стороны. Это довольно высокое, высокое напряжение. То, что вы такой активный. А если вы не умеете отдыхать, если вы не умеете расслабляться, то напряжение растет, и вам, соответственно, нужно это напряжение как-то сбрасывать. Вот, панические атаки могут возникать из-за напряжения. Вот, если вы своей активностью как бы себя, условно говоря, довели. То есть это вопрос отдыха. Вот. А это вопрос именно релакс. Вот. Второе. Второе. Это цель. То есть ваша значимость, значение того, что вы делаете глобально. И соответственно результат. Да? Вот. То есть как бы, ну, если вы, например, не получили тот результат, который хотели, например, который вам нужен где-то вот в глубине души. Вот. То у вас может быть паническая атаки из-за того, что вы не успеваете. Вот. Не успеваете достичь того, что сами себе как бы придумали. Вот. Понимаете, да? Ну и наконец могли происходить события, которые по накопительной, да, довели вас до такого состояния. Вот. То есть как бы вы не замечали, не замечали, не замечали, вот, чего-то напряжения. А потом оно резко дало себе знать. То есть это вопрос о внимательности к вашим чувствам, к выражению своих чувств и так далее. Вот. Что такое паническая атака? Это страх. Это угроза. Это ваша реакция на угрозу. Вот. Понимаете? Соответственно, нужно выявить, определить эту угрозу, чего вы боитесь. Вот. И соответственно действовать. То, что вы называете хорошей самооценкой, может быть демонстративная история. Вот. То есть, как бы, так называемая игра. Вот. Ну, как бы, что опять же, ведёт нас к увеличению напряженного. Вот. Почему я говорю, что вы важен, вот, анализ. Вашего жизненного опыта. Да? Потому что, чтобы понять, как вы оказались там, где оказались, и что вам делать. Старует. Старует. Вот. Потому что, так просто, по щелчку пальцев, да, как бы, ну, не происходит подобная история. Это следствие, да. То есть, мы имеем, как бы, дело со следствием. Вот. Мы не имеем дело с причиной ситуации. Вот. Понимаете, да? Такая история. Поэтому с этим нужно работать. И уже будет понятно, что это. Не так важно, что это, сколько важно, как вам с этим жить. Вот. И готовы ли вы разбираться в себе. Вот. Готовы ли вы, вот, меняться. Потому что, очевидно, ваш организм нам подсказывает, что дальше жить так нельзя. Ну, нельзя. Как минимум. Или. Нельзя. Или вот. Достаточно. Тяжело. Достаточно тяжело. Так жить. Вот. Ну, так вот. Режим. Вам. Вот. То есть, очевидно, дает особо знать, что часть вашей личности, на которую вы, ну, не обращали внимания, скажем так. Вот. Вот. Нужно эту личность, этот человек как раз таки найти и дать ей возможность выражаться. Не факт, что вы будете тем, как вы привыкли себя видеть, но это тот путь, который я вижу. Вот. Вот. Я более чем уверен, что вот, чисто когнитивное связано именно с результатом. То есть, вот, как-то перестали, да, получать тот результат, который, ну, на который рассчитывали, да, перестали расти и всё. И ушли у страха, что не добьётесь с чего-то. Вот. Ну, совершенно может быть, что вы как-то просто привыкли подавлять всё, что вот, может быть, мешает вашей цели или вашим целям. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...